14 февраля на день всех влюбленных отметали две парочки пиджинов сейчас вот такая парочка нерестится чуть позже заберу у них конус поставлю в нерестовик где будет проводиться эксперимент рыбняник а пока вот такая парочка нерестится вроде бы они улиток убирают то что улитки сразу у них чуйка когда икра появляется чтобы сожжать икру в этом если что тоже очень такая самочка нерестится в таком прогрессе и вот такой вот самец вот такая самка сейчас она стоит на икре такое количество икры самочка молоденькая поэтому медки у нее хорошие получаются и самец вон там стоит до личинки доводят потомство но к сожалению малька на себя не берут малька жрут поэтому с данной парочкой будем точнее с их медкой проводить эксперимент сутки после нереста пускай постоят на конусе вот последующем накрою эту игру сеткой металлической поставлю второй конус тоже накрою металлической сеткой и сюда в этот нерестовик я посажу рабочую пару скорпиона и оленкера которые как свое потомство вынашивают хорошо так и вынашиваю сужое потомство сформировалась новая рабочая пара сегодня буду высаживать ее в нерестовик и смотреть как будет развиваться личинка будет ли это пара на себя брать малька в общем вот такая самочка из новичков и самец нашего разведения вот он всех гоняет после того когда самка вкладывал икру мало того что он всех гонял спорогонял по всему аквариуму он подходил и оповодотворял икру вот этот самец у нас получился из-под самки золотой змеиной кожи нашего разведения здравствуйте дорогие друзья готовится небольшая партия дискуссов к отправке в зоомагазин пока поставил вот такой беспроводной компрессор чтоб рыбка тут дышала подготовил я пакет 40 сантиметров налил 8 литров воды из расчета 5 литров аквариумной воды подогретой 3 литра отстойного свежего отстойного водопровода далее мы когда рыбку покажем я упакую в пакет замотаю все и сейчас пока не надо будет сделать упаковочку вот такой короб в нем буду отправлять рыбку магазин 40 на 30 на 30 коробка у нас бесплатная стоимость в принципе входит вот отправляю на такси и соответственно сейчас будем рыбку паковать и показывать так начинаем показывать рыбку вот такой вот леопардик у нас вот такой красный чехол мальбро пиджин и крайний дискусс такой красно-белый мало точки много бело-красного цвета вот вся рыбка вот она вся кругленькая это у нас голубой скорпион самец вот личинку позавчера на себя посадили и самочка оленкер универсальные родители сами не нерестятся пока что нет нерестились точнее да тут у них было два конуса получается чуть-чуть их икры чуть-чуть икры от другой пары и вот они на себя вот пара кобальтов я вам еще покажу куда пара скорпиона с оленкером тоже в общем сажают на себя чужих мальков сейчас в основном весь малечек вот такие козявки на самце сидят здесь они получается двух выводка в общую кучку их посадили маленький выклев получился процентов 40 общий выклев получится здесь красавчик со своей апачи окраской на лбу когда окраска такая полосом идет в общем вот тут на самце сидит и на самочке сидит малька чуть-чуть есть в общем уже подкармливал живой науплей далее центральный ярус здесь у меня сидела другая рыбка мало мало дискуссов было оставил чисто здесь красную рыбу в общем здесь у нас вот такая пара первая рабочая самец красный мальборо и самочка красная дыня на первая пара потом рабочая пара самочка вот такая я их различаю одна у меня тигр вторая змеиная кожа это не название это просто различие у тигров пиджинов у них много вертикальных полос обычно но если они в районе головы и вот вертикальные полосы чуть-чуть есть вот она как бы чтоб разрешать их она у меня тигром называется чисто кличка и леопардовый пиджин если у нас такой в общем они пока так себе не нерестятся здесь сидят и от нерестились мы тоже сажали икру вот еще одна парочка красных тоже посадил мандарин вот дискусс и красный дискусс самочка вот такая у меня и именно сюда я отсадил эту банку чисто красную рыбу там никаких пиджинов там оранжевых во первых нам нужно поднимать свой уровень как разводчиков и так как здесь у меня основном однотонные дискусс и там мальборо дыня мандарин красный дискусс то ничего страшного не будет если они между собой перепарываются то есть если с пиджином в пару станет красная дыня либо красный мальборо с змеиной кожей там с игром в общем потихоньку нерестятся пытаемся экспериментировать наверху рыбка сидит нашего разведения леопардики змеиной кожи но там потихоньку может по одной особи продаем и вот так в основном себе оставляем вот такие здесь особи к сожалению осаживался стайку из красных чехов прокрашенных очень плохо они прижились у меня в общем нельзя объединять сразу резко стайки в общем с кем вот такие подростки допустим были 7 надо было оставлять большинство таких красных чехлов коверов погибло осталось парочка штучек но попытаюсь сохранить их